День народного единства, да? И вот мы, кажется, дождались. Дождались того, что в 2020 году эти слова перестали звучать уж совсем издевательски. И не только потому, что в переполненных ковидных моргах смешались граждане самых разных сословий, политических взглядов, состояний. Но некоторое непривычное единство наблюдается, в общем, даже среди живых. Дело в том, что, как мы знаем, появились в больницах уже практически такие штатные определения, клинические определения сидячей больной. Это там, где не хватает мест прийти даже со своей раскладушкой, там человек становится сидячим больным. А поскольку и сидячие тоже, как правило, достаточно тяжелы, то люди изобрели такой вот способ сплетения руками вот этих сидячих, чтобы кто-нибудь от нахлынувшей дурноты не упал бы со стула. Но если падают, то, в общем, падают все вместе. Так что, как мы видим, в общем, некоторое единство в России сегодня достигнуто. И ситуация явно не поправится. Хотя, как мы знаем, Россия взяла на себя содержание огромного количества приятелей Гундяева. То есть это всех архангелов, ангелов, серафимов, херувимов, все небесное воинство. Оно же оплачивает, судя по всему, барбершопы для Саваофа, где ему приводят в порядок бороду. Несмотря на это, несмотря на это, никаких чудес не происходит. Эти ангелы не несут, не спускают на землю дополнительные койко-места. И никакие волшебные зрители из христианской мифологии, типа там Казьмы Дамиана, Пантелеймона или Луки Крымского, тоже не приходят помочь одуревшему от ужаса российскому здравоохранению. И нет никаких надежд на то, что даже на элементарные лекарства в глубинке и в провинциях найдутся деньги. Хотя вот очередные 40 миллионов на издание очередных нескольких томов православной энциклопедии тут же нашлись, как только они понадобились. И, насколько я знаю, там царит полнейшая, дичайшая растерянность в Министерстве здравоохранения, при том, что сам Мурашко, министр, что редко бывает, он не гадина. Он не гадина, и он, в общем, не дурак. И он дик переживает, что пытается делать, но он ничего сделать не сможет. Мы видим, вот по последним попыткам в Барнауле пытаются теперь больных ковидом пристраивать в супермаркет, не в какой-нибудь супермаркет, а в супермаркет Мир Посуды. То есть их укладывают там где-то на тазики, на рукомойники, на поварешки. Других мест нет. Ну, Александр Ильич, простите, но вот в Москве, например, перепрофилировали какой-то автомобильный комплекс. Ну, понятно, что автомобили убрали оттуда, поставили кроватки. Нет, там тоже что-то убирают, но что-то и не убирают. Но вообще, надо сказать, что в России это еще истерика, она вообще мировой тренд. Но в России она выглядит пока благопристойно, потому что в Индии, где ситуация столь же дикая, представь себе, индийский врач, почти профессор, хирург, умница, в совершенно зареванном, истеричном, растерзанном состоянии прибегает в полицию и объясняет, что он не для себя совершил эту покупку, не для себя, не для личного обогащения. Он не хотел лично для себя счастья. У него все есть. Он пытался помочь больным, и поэтому выложил 7 миллионов рупий, это порядка, по-моему, 30 тысяч долларов, за волшебную лампу Аладдина, которую ему предложили два прохиндея. Причем, действительно, они сделали все это с голограммами, хорошо, красиво, с дымом. И он поверил, он купил и притащил эту медную хрень в больницу и долго тер на глазах у изумленных индусских старушек. То есть врачи действительно замечательные, и они идут даже на это, а там еще хуже, чем в России. Но вот Северная Корея, она, пожалуй, единственная, кто на сегодняшний момент дает такой вот убедительно пример, как, во-первых, должен выглядеть ковид в авторитарном государстве. И как выяснилось, именно там, в Северной Корее, изобретены воистину эффективные средства борьбы с ковидом. Вот реально эффективные. Ты слышала о таком средстве, как ОЗМ-72, Оленька? Я слышала, что надо заминировать границу с Китаем. Совершенно верно. Это как раз советская противопехотная мина, которые теперь обнесены минными полями. Специальные лагеря таких мин очень много Северная Корея купила у Советского Союза в период развала, в позднейший период. И по свидетельству есть такой, ну, серьезный, с моей точки зрения, парень, он уже трижды не соврал, я посмотрел три его работы, и три работы подтвердили. Тим Петерс, который раскопал, что на самом деле вот эта уникальная стерильность медицинской статистики Северной Кореи заключается в том, что, да, созданы лагеря, в которых практикуются лечение голодом, засекречиванием и минами, да, потому что минируют все к чертовой матери. Если кто-то сумел перебраться через колючую проволоку этого лагеря, то и пошел гулять, то он сразу прилетает обратно в лагерь, но уже по частям, разумеется. Но это действует как карантин, простите. Да, конечно, на склонах гор там можно собирать траву, там есть несколько бараков, несколько палаток, но в основном там все под открытым небом, там никто не кормит. И при самом легком подозрении на ковид сразу же отправляют в один из этих лагерей, чтобы вот эпидемиологическая картинка бы не омрачалась. Там веселый находчивый ин, вот он лично придумал, что если вы заглянули в поликлинику с жалобой на легкий кашель, вас тут же попросят ласково секундочку подождать, что вам принесут лекарства. Звонят, приезжает бригада и вас сопровождают и больше вас никто уже никогда не видит, потому что из этого лагеря выхода нет. И сохраняется вот это волшебное ласкающее корейский глаз статистика. А корейцам, как ты знаешь, эта власть нравится, они рыдают от умиления, когда видят Ина, и мы, живущие в России, легко можем в это поверить, что они никогда не дадут порочить память Ина, когда наконец такая возможность представится, как 40% россиян убеждены, что Сталин был национальным героем, и что интеллигенты сами себя согнали в ГУЛАГе, никто их туда не тащил, не звал, а умирали. Если бы только интеллигенты. Да, совершенно, ну, не только интеллигенты, но в основном тема, как называется, заостряется на них. И что вообще они умирали только потому, что отказывались от прекрасного компота, который им варили чекисты. И тут, кстати, следует помнить, что вот эти 40%, мы с тобой как-то говорили, что это очень условная цифра, потому что, что на самом деле думает человек о власти и о мире, можно узнать только тогда, когда у него в руках есть крупнокалиберный пулемет и свобода выбора цели. Вот тогда мы можем иметь какую-то достоверную социологию, потому что любой вопрос, касающийся Сталина, сейчас воспринимается как вопрос о власти, о патриотизме, о доверии, курсу и режиму. И вполне возможно, что лгут, да, потому что мы говорили, да, что вот когда задаешь им косвенные вопросы, хотят ли они иметь детей российскому народу населению, они, несмотря на все вот это доверие к режиму, отвечают, понимая, что здесь нет политики, они ничем не рискуют, они там, по-моему, 46% говорят нет, в этой стране мы этого не хотим.